приветствую всех вы на канале школа вязания я Катерина Мушин сегодня представляю свой новый рисунок объемный голос очень похоже на колоски вот этот узор только он более объемный особенно если видите сравнивать с изнаночной петлей которая у нас между рисунком так он выглядит с лицевой стороны вот так выглядит с изнаночной стороны рисунок выполняется на количестве петель кратно 4 плюс петля симметрии и плюс 2 кромки для узора петли набираем классическим способом набора на 2 спицы всего я набрала 15 петель то есть покажу вам 3 раппорта рисунка вязать буду по схеме крайних петель на схеме нет это кромки петля симметрии на схеме есть крайнюю петлю снимаем раппорт рисунка это 1 изнаночная петля 3 лицевые 1 лицевая 2 3 повторить 1 изнаночная 3 лицевые 1 2 3 так мы вяжем до последних двух петель изнаночные 3 лицевые когда осталось на спице 2 петли вяжем обе изнаночными петлями петля симметрии изнаночные и кромку вязать изнаночной петлей это первый ряд лицевая сторона 2 ряд с изнаночной стороны первую петлю снять вне узора провязываем петлю лицевой дальше наш мотив 3 изнаночных петли 1 2 3 1 лицевая петля повторить 3 изнаночные лицевая еще раз 3 изнаночные лицевая в конце останется кромка провязываем ее изнаночной петлей это второй ряд с лицевой стороны третий ряд первую петлю снять наш мотив вяжем одну изнаночную петлю дальше так пропускаю петельку и со второй спускаясь на два ряда ниже 1 ряд 2 ряд вот сюда ввожу правую спицу достаю новую петлю примерно растягивая ее до сантиметра делаю на спицу накид снова завожу спицу в эту же петлю достаю еще одну петельку получилось 3 петли я достала из-под центральной из трех петель эти центральные 3 петли провязываем как 3 вместе лицевой с центральной петлей центральные убавления это 2 снимаем слева направо вот эти длинные петли ведь я придерживаю чтобы не спустить 3 провязываю лицевой и теперь 2 снятые перебрасываем через провязанную петлю вот то есть из трех петель у меня одна еще три петли снова я вытаскиваю из этого живого отверстия левую спицу сзади ввожу в это отверстие натягиваю чтобы было удобнее правой спицы поднимать петли это поднять петлю примерно на уровень вязания сделать накид и поднять еще одну петлю снять со спицы вот такой наш мотив это мы будем повторять одна изнаночная пропустить петлю из пол центральной спуститься на 2 ряда ниже достать отсюда петлю сделать накид достать еще одну петлю 3 петли получила 3 вместе лицевой с центральным убавлением слева направо 2 снять 3 провязать лицевой 2 снятые набрасываем на провязанную петлю дальше из этого живого отверстия достать петельку вот так растягивая сюда завожу спицу достаю новую петлю делаю накид и еще одну петлю достаю и снимаю со спицы 3 повтор изнаночная 1 пропускаем из-под 2 на 2 ряда ниже опустились достали длинную петлю сделали накид достали длинную петлю дальше 3 вместе лицевой 2 снять слева направо 3 провязываем лицевой 2 снятые набрасываем на провязанную петлю из этого живого отверстия можете вот так доставать новые петли достать петлю сделать накид и снова же достать петельку конце петля симметрии изнаночной кромку вязать изнаночной петлей вот такой сложный третий ряд да да повернуть вязание четвертый ряд у нас с изнаночной стороны первую петлю снимаем вне узора 1 лицевая дальше наш мотив нить перед вязания снять 3 петли непровязанными 1 2 и вот 3 1 изнаночная петля нить перед вязанием снять 3 петли непровязанными 1 лицевая петля это мы повторяем нить перед вязанием снимаю 3 петли 1 изнаночная нить перед вязанием снимаю 3 петли 1 лицевая и третий повтор нить перед вязанием снимаю 3 петли 1 изнаночная нить перед вязанием снимаю петли 1 лицевая в конце кромку вязать изнаночной петлей готовый четвертый ряд повернуть вязание следующий у нас 5 ряд лицевая сторона снимаю петлю вяжем 1 изнаночная 3 вместе лицевой с уклоном вправо видите слева направо вот эту тройную петлю провязываю 1 петлей 1 лицевая еще раз 3 вместе лицевой вот это наш мотив повторяем изнаночная 3 вместе лицевой лицевая 3 вместе лицевой и третий повтор изнаночная 3 вместе лицевой лицевая 3 вместе лицевой петля симметрии изнаночная кромку изнаночной петлей так у нас выглядит с вами 5 ряд так дальше для 6 ряда петли вяжем по рисунку повернули крайнюю кромку снять мне узора 1 лицевая дальше 3 изнаночные лицевая повторить 3 изнаночные лицевая 3 изнаночные лицевая кромку изнаночной петлей это 6 был ряд так значит дальше мы работу повторяем только повторить не с первого ряда а с третьего ряда то есть последние 4 ряда 3 4 5 6 3 ряд от там где мы вытаскивали эти длинные петли и выглядит он сейчас так первую петлю снимаем 1 изнаночные вот наши три лицевые из-под центральной спускаемся два ряда ниже не 3 как обычно в таких узоров а 2 то есть 1 2 вот сюда достать петлю накид достать петлю придерживаю пальчиком 3 вместе лицевой с центральной посрединке 2 снять как лицевые 3 провязываем лицевой 2 снятые перебрасываем через провязанную петлю так дальше левой спицы подхватываю это же отверстие для удобства достаю отсюда длинную петлю делаю накид достаю отсюда длинную петлю снимаю со спицы вот это наш мотив повторяете изнаночные из-под центральной спуститься на два ряда ниже достать петлю накид достать петлю придержать 3 вместе лицевой 2 снять 1 провязать весь снятый набросить на провязанную и снова 3 петли на 2 ряда ниже достаю петлю делаю накид достаю петлю видите все вот как раньше если так ряд за рядом повторять получается вот такой объемный колосочек видите красивый оригинальный милый спасибо всем за ваше внимание что досмотрели видео до конца скачать схему вы можете на моем сайте всем пока